МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет всем! Вот такое вот получилось кривое видео с дрона. Упал он у меня, сломался стабилизатор, и теперь картинка вся плывет. Но я вам обещал, что я вам покажу это видео, выкладываю его, так что сильно не критикуйте. Перед тем, как я начну очень важную тему, а в моих видео все темы очень важные, я хотел бы ответить на ваши вопросы, которые вы мне задавали. Итак, давайте по поводу размещения. Люди спрашивали, есть ли в номере вай-фай, канализация. Конечно же, в номерах это все есть. Вот, смотрите, есть кондиционеры, душ. Дальше люди спрашивали, можно ли прыгать сюда в воду. Конечно же, можно. Эти виллы для этого и построены, чтобы сразу вот ступенечки заходить в воду. Здесь у нас идет кормежка акул. Акулы приплывают в основном вечером. Также люди спрашивали по поводу глубины. Глубина здесь метр-полтора и тянется вдоль всей южной части острова. В длину тоже, я думаю, так на километра два. Дальше идет риф и там уже идут большие волны. Как раз в таких зонах они строят вот эти вот виллы, А на другой части острова, там уже глубже, там 2-3 метра, до 5 метров доходит. Там тоже есть пляж. Также здесь много скатов и много акул. Итак, переместился я в центр острова, потому что там был очень сильный ветер. Был еще вопрос по поводу цены. 7 тысяч долларов, это все включено на двоих, на 9 ночей. Завтрак, обед, полудник, ужин, весь алкоголь, перелет туда и обратно. Но я вам уже рассказывал, что есть бюджетный вариант. Можно полететь на 3 дня за 800 долларов. Это тоже все включено. Полностью питание, полностью перелет туда и обратно. Так что за год, я думаю, на такую путевку каждый из вас может насобирать. Еще был вопрос по поводу учебы, а именно школы, как я учился. Честно вам сказать, я учился не очень. То есть я всегда держал средний уровень. Всегда. С самого первого класса и по 11 класс, закончил я 11 классов, я всегда держал средний уровень. И был, не знаю, как это сказать, не могу подобрать слово. Был распиздяем. То есть люди, которые учили всю ночь, зубрили, приходили, издавали там на 7, на 8 по 12-ти бальной шкале. А я мог перед уроком прочитать какую-то главу, при том, что я дома ничего не учил, издать на 10-11. То есть я свободно мог рассказывать, свободно мог общаться. Если брать средний балл в аттестате, он у меня получился немного больше 9. Так что я все отлично закончил. Целое лето готовился к тестированию. Хорошо написал тесты. Потом поступил в Киевский строительный институт после 11 классов. Хорошо его закончил. То есть всегда был на стипендии, на бесплатное поступил. Учился я там, можно сказать, плохо. Не ходил на пары, потому что мне это не нравилось. А поступил я туда ради мамы. Закончил магистра, тоже ради мамы. И потом пошел уже в свободное плавание. Я маме сказал, я ради тебя закончу институт. Если ты хочешь, я закончу. Чтобы у меня была корочка, был диплом. А потом дальше уже начал заниматься любимым делом. Но в универе я был такой всесторонний. Я мог бухать, ходить на работу. Работал грузчиком. Работал на стройке. Очень много работал на стройке. На всяких заводах, на подработке. И при этом успевать учиться. Диплом я написал сам. Мне никто не помогал. Ну, помогал мой руководитель. Но я его не покупал. Сам написал диплом. Короче, закончил универ. Выполнил обещания, которые дал маме. И теперь занимаюсь любимым делом. Теперь касательно темы видео. В вашей жизни будет очень много людей, которые вас будут учить. Много всяких советчиков. И зачастую это те советчики, которые сами ничего не добились, но будут вас учить. Зачастую это те люди, у которых проблемы, у которых нет денег, но будут вас учить, как правильно распоряжаться деньгами. Мне один человек говорит, у которого нет денег. Понятное дело, он работает на работе и говорит мне, ты неправильно распоряжаешься деньгами. Ты очень много тратишь, путешествуешь. Я бы на твоем месте так не тратил. Я говорю ему, окей, сколько денег в месяц ты инвестируешь. Не сколько денег в месяц, а какой процент от своих доходов ты хотя бы инвестируешь. Он говорит, ну не знаю, я пока думаю над этим, пока я не инвестирую. Окей, говорю, а я инвестирую 10 тысяч долларов в месяц, каждый месяц. Потом я его спрашиваю, сколько денег ты откладываешь. Не сколько денег, а какой процент, в зависимости от его зарплаты. Потому что откладывать может каждый. Но один человек может откладывать по 2 тысячи долларов, а один может откладывать по 100 рублей. Но откладывать могут все. И он мне отвечает, ну пока я ничего не откладываю. Я говорю ему, я могу откладывать 5 тысяч долларов в месяц и никогда не прикасаться к этим деньгам. И при этом я могу путешествовать по миру, работаю только 3 часа в день, даю сигналы и наслаждаюсь жизнью. Я говорю ему, и кто из нас не умеет теперь распоряжаться деньгами? И все, и он заткнулся. Запомните, никогда не слушайте таких советчиков. Если люди не живут той жизнью, которой хотите жить, вы никогда их не слушайте. Будь то друзья, будь то родители, они ничего хорошего вам не могут посоветовать. Я уже говорил, хотите быть строителем, учитесь у строителя. Хотите стать миллионером? Учитесь у миллионера, читайте книги, которые написали миллионеры. Читайте книги тех миллионеров, которые сделали себя сами, которые поднялись с нуля. Именно с таких миллионеров я и беру пример. Еще хотел бы я рассказать вам про установки, про те установки, которые в вашей голове. Мне люди писали, что я вот не уважаю деньги, я вот например раскидываю с деньгами. Народ, все в вашей голове. Если вы берете 100 долларовую купюру, порвали ее, и вы думаете, что это плохо, что это не уважение к деньгам, так и будет. Но если вы берете 100 долларовую купюру, и тоже ее рвете, и при этом думаете, что когда я порву одну, мне придет две, тоже так и будет. Я беру этот пистолет с деньгами, я стреляю деньгами, я например себе делаю дождь из денег. То есть это все подпитывает мои эмоции, я только этим себя наоборот заряжаю. И это круто для меня, потому что так у меня будет денег все больше и больше. Если вы себя запрограммируете на то, что если вы будете рвать деньги, и у вас деньги будут уходить, так и будет. Но если вы себя запрограммируете на то, что если вы будете рвать деньги, и от этого деньги к вам будут только прибавляться, тоже так и будет, все в вашей голове. Создайте свою картину денег, создайте свое видение о деньгах. Люди говорят, деньги это не хорошо и не плохо, деньги это деньги, деньги это хорошо. Поставьте для себя установку, что деньги это хорошо, что если вы будете купаться в деньгах, это хорошо. Если я буду развешивать по всей квартире плакаты с деньгами, это хорошо. Таким образом я мотивируюсь, таким образом я вбиваю деньги в свое подсознание. И вы не представляете, это работает. Все, чего я добился, я добился благодаря мечте, благодаря визуализации, того, что я расклеивал в общаге, когда еще жил, плакаты с деньгами. Меня никто не понимал, но я в это верил. У них денег не будет, если они будут расклеивать плакаты с деньгами, потому что они в это не будут верить. Этой фишке я научился у Брайана Трейси, еще у меня есть пара установок. То есть если вы будете говорить, я счастлив, я здоров, я богат, повторять себе это каждый день и не пропускать ни одного дня, так и случится. Ваш мозг будет на это запрограммирован. У вас не будет никаких болезней, никаких стрессов, никаких переживаний. Запрограммируйте свой мозг только на хорошее. Люди думают, что это все бред, да думайте, как хотите, мне это помогает. Я этим живу, и мне от этого круто. Я могу путешествовать по миру, наслаждаться жизнью, и я знаю, что это работает. Так что, народ, только вы создаете мир вокруг себя, запомните, все в вашей голове. Мозг это удивительный механизм, вы сможете заработать миллиарды, если правильно себя запрограммируете. Так что, народ, никогда не слушайте тех людей, которые не живут той жизнью, которой хотите жить вы. Учитесь только у лучших, у миллионеров, у миллиардеров, и смотрите на тех людей, у которых есть результат. А всяких нытиков, мудаков никогда не слушайте. И знаете, что я понял за все время? Какие бы ты результаты не показывал, люди, если не хотят вам верить, они вам никогда в жизни не поверят. Они никогда не поймут, что можно наслаждаться жизнью, путешествовать по миру, и при этом зарабатывать все больше и больше денег. И напоследок я вам скажу, никогда никого не пытайтесь изменить. Меняйтесь сами, и вы увидите, как люди вокруг вас будут меняться. Потому что все хотят перемен, но никто не хочет меняться. Кто со всем этим согласен, давайте наберем 2000 лайков под этим видео. Народ, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь в Инстаграм, в Телеграм, в группу ВК, все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр, а я сейчас сажусь на велике и еду обедать. Всем пока!